Меня просто всегда удивляла полёты над небом, красота над морями. Поэтому я хотела вечно брать и сам управлять им. Кирилл Филимонов уже два года идёт к своей мечте стать пилотом дронов. Учится летать на них и программирует БПЛА. На его счету есть призовые места в гонках беспилотников. Соревнования «Кибердром». В прошлом году ездили в КЦУ. Очень интересно, заняли второе место. Раньше вообще ничего не получалось с толком. А сейчас научился и всё могу делать сам. И поэтому получается гораздо быстрее и активнее. Сегодня Кирилл отбирается для участия в региональном фестивале БПЛА «Мы в движении». Для этого ему нужно пройти тестовые полёты в клетке и виртуальные на симуляторе. А также сыграть в дрон-футбол. Маленькие соревнования, которые готовят потом к большим соревнованиям. Суть в чём? Надо просто взять мяч, управляя дроном, с помощью которого на воздушной подушке, и забить в ворота соперника. Для того, чтобы управлять дроном, нужна очень большая чувствительность. Чтобы чувствовать эти мизерные перепады. Газа или поворота. И здесь они как раз таки очень хорошо тренируют эти моменты. Сейчас эта сфера очень сильно развита. Можно с этими навыками, с этими знаниями пойти в очень большое количество сфер. В рекламу, в съёмки, в портретинг, в лесохозяйство. Обследование лесов, картография. В геодезии используются дроны. Для обследования мостов, трубопроводов. Сейчас в каждом регионе Дальнего Востока есть хотя бы одно предприятие, на котором собирают дроны. И каждая фабрика остро нуждается в профессионалах. Необходимы все. От сборщиков БПЛА до программистов и испытателей. Региональный фестиваль дронов «Мы в движении» старается заинтересовать молодёжь новой сферой экономики. Мы посещаем все районы Хабаровского края. Мы сначала приезжаем к ребятам в районы. И на базах их школ проводим образовательные мероприятия и отборы. И в конце ребята, которые прошли отборы, они приезжают к нам на фестиваль в краевой центр образования в ноябре. На фестиваль помимо ребят и педагогов мы приглашаем ещё представителей работодателей из сферы БПЛА БАС, приглашённых экспертов со всей страны. И получается на три дня собираем вот такое БПЛА комьюнити по всему Хабаровскому краю. Фестиваль проводится второй раз. В ноябре ожидают более 300 участников. В этом году организаторы добавили образовательный блок для преподавателей школ Хабаровского края. Участники образовательного трека получат дрон и три пульта управления, для того, чтобы можно было самому подключить симулятор. Всего в школы Хабаровского края отправится 45 дронов для обучения детей. Александра Пескун, Константин Гнётов. Смотри Хабаровск.